Сегодня наша встреча посвящена проблеме, которая существует не только в нас, она существует во всём мире. Ежегодно, по статистике, до одного миллиона человек в мире уходят из жизни. Это тринадцатая по счёту причина. Мне хочется вам напомнить три слова, три витамина Ч, которые должны у нас всегда присутствовать. Это чуткость, честность, человечность. Ещё Аристотель Великий говорил, познай самого себя, и ты познаешь мир. Поэтому нам тоже, работая с детьми, надо учить их открывать себя. Современное образование должно быть процессом образования, полностью пропитанным возвышенными образами, питающему и душу, и сердце ребёнка при активном его участии и устремлённости по пути развития, свободы и взросления. Я хочу вам прочитать слова норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Кнута Гансона. «Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный тар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все доедены». Спасибо. Человек, который переживает в душе кризис, в котором он не находит поддержки и понимания, испытает только облегчение, если он скажет о том, что же его требует. Дать возможность человеку излить свои чувства, свои переживания, и получить сочувствие и поддержку – это основной принцип кризисного движения. Просто дать выгодность. И вот коучинг – это очень богатый инструмент для преподавателя, для психолога, тогда, когда он организовывает свою работу не только с конкретным человеком, которому уже плохо, а он организовывает свою работу с коллегами. Он организовывает свою работу в своей личной жизни, как он развивается, насколько он готов работать с таким человеком, насколько у него простроены связи и коммуникации с людьми, которым он может перенаправить этого человека, как он может сопроводить максимально экологично, максимально комфортно этот путь передачи, если он не является экспертом в этой области, как передать в те руки, которые помогут этому человеку вернуться в хорошую жизнь. Вот по поводу мышления. Срез нашего сознания. У нас есть установка на видение негатива. Даже если мы говорим «я не хочу», мы прибавляем это «не», всё равно наше внимание фокусируется на негативных сторонах жизни. Как развернуть наше внимание, очень белорусское, национальное, я не знаю, как бы, мировое, да, вот этого негатива, темноты на те ресурсы жизненные, которые у нас есть. Это действительно задача. И мне вот лично само это уже кажется очень, в этом смысле, очень перспективным направлением. Недаром говорят, что когда человек чистывает пот, он живет. Когда человек чистывает чужую, он человек. Всё равно всё зависит от каждого человека, от каждого это ни было. То есть, возможно, это звучит утопично, там, не знаю, то есть, как-то по-философски, как-то говорится, что по-своему это просто философия, просто слова красивые. Но всё зависит от корректного человека. Как мы сами решаем жить, как мы сами решаем устраивать свою жизнь, свою профессию. То есть, а можно думать о том, чтобы показать какой-то смысл жизни, да, через время жить, например, по крайней мере, рассказать о таких событиях, да. Ещё раз сказать, о них интересно, они просто как галочка, ну, ты просто такой, там, как бы, такие-то люди участвовали, и всё, да. То есть, всё зависит от того, как ты это хочешь делать, и зависит от себя. Не надо говорить, что только психологи и психотерапевты должны заниматься. Вы, представьте, каждый день, вы возвращаетесь домой, да, дежурная фраза, что там у тебя, а, так, сын, ты подожди, тут мне позвонили, да, вот, всё, не до тебя. Один, два, а на третий раз. Человек, я говорю, к примеру, сын, или же ваш коллега по работе, да, вы просто отмахнулись, вам некогда. И, может быть, надо было человеку просто моего общения, просто одной моей минуты внимания. Поэтому вот мы в нашей работе, когда работаем с молодёжью, мы стараемся делать поддержку вот именно развития духовных качеств, именно на то, чтобы люди были людьми. Есть две стороны. Цветлое и тёмное. То есть посередине никак нельзя устоять. То есть или ты служишь Богу, или ты служишь сатане, дьяволу. То есть посередине тепло-хладность, там, как там есть много понятий. Оно в церкви даже есть писание, что ты не холоден, ты не горячий. То есть поэтому служить Богу и мамоне, то есть, как написано, это невозможно. И семья — это малая церковь. То есть то, что там происходит, в этой малой церкви, оно вырастает потом в людях. Я получил там непосредственно уже два года и определяю своё направление как работу с преподавателями-психологами, куча в системе образования. У нас была уже первая группа непосредственно с сертификацией Канадского университета. А сегодняшнее наше мероприятие называется «Место, дом, где начинается жизнь». И оно посвящено Милтону Эриксону и семье.